МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ОРН. Новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Кролики – это не только ценный мех, но и питательный кубанский продукт. День эколога. Окружающая среда и наша планета на особом контроле. В Краснодаре завершился третий краевой фестиваль народного художественного творчества во славу Кубани на благо России среди муниципальных образований Краснодарского края. Диплом лауреата за второе место вручили начальнику управления культуры города Марине Борисовне Мельниковой. Глава города-курорта Сергей Сергеев поздравил работников культуры с высокой оценкой их труда, подчеркнув, что уровень культуры Анапы настолько высок, что они смело могут завоевывать первые места. И за звание лидера стоит бороться. Центральный рынок города подвергся серьезной критике Вениамина Кондратьева во время его посещения курорта. Первый заместитель главы города Светлана Яровая пожелала услышать от его директора конкретные предложения по приведению рынка к стандартам современного и удобного как для продавцов, так и для покупателей заведения. С учетом требований сегодняшнего времени и тех замечаний, которые были озвучены на совещании буквально вчера, с учетом поручения главы города, я предлагаю этот план кардинально пересмотреть. Не будем ждать 2016 год. Вообще я предлагаю подумать для того, чтобы мы с вами определили механизм, пути, даты. Я предлагаю, может быть, с администрацией, как комиссионной, комиссию создать событие на место, посмотреть, посмотреть, что действительно на сегодняшний день плохо выглядит, в кратчайший срок привести в соответствие. Ну я думаю, что первое, что мы с вами должны сделать действительно на днях, как говорится, может быть, и раньше, но должны быть везде у предпринимателей таблички определенные, красиво исполненные, удобно, где будет написано, что это товары кубанского производителя. Рядом могут быть находиться иные, естественно, товары, но кубанский производитель выделен особо знаком. Глава Анапы сегодня объехал пляжа Джиметей и Витязева и дал ряд поручений службам об устранении выявленных нарушений. Витязева – любимое место отдыха миллионов гостей. А встречают их вот так, убогими кафе. Одно страшнее другого. А рядом едва ли не трассы для выезжающих с пляжа автомобилей. На знак не обращают внимания. Пожалуйста. Вот они. У них там стоянка целая. Понимаешь, они хозяева жизни. Все, они там строят нам кафе. Мы вам украшаем. Вот это все, будем вам. Пусть они жалуются на нас. Все хотят. Состояние некоторых территорий шокирует. Сергей Сергеев отмечает. Неважно, муниципальный этот пляж или дикий. Чисто должно быть везде. Поручения даны ряду служб. Вопиющая антисанитария в соседстве с поспешным строительством. Коммерсантам плевать на золотые пески курорта. Им бы клиента не упустить. Ссылаются на влиятельных хозяев. Министерство обороны, например. Где вода, скажите. Роспотребный взор будет гражданский, не военный. Где вода? Где канализация? Где электричество? Для того, чтобы существовало вот это все. Если мне глава вечером сегодня не скажет, что вы у него были, и согласовываете эти моменты, то... Хорошо. На сезонные заработки потянулись и гастарбайтеры из жарких стран. Завидев проверку, ретируются. С наступлением высокого сезона нарушений все больше. Рейдовые мероприятия должны быть ежедневными. И результативными требует глава Анапы. В станице Гостогаевской сегодня прошел день малых форм хозяйствования. В рамках мероприятия для фермеров выступили представители предприятия «Панкроль» и Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического мяса. Кто не умилялся этой реплике юмористов? Но тема выращивания кроликов сегодня особенно серьезна и актуальна. Наполнить рынок скороспелым диетическим мясом – задача вполне посильная для кубанских предпринимателей. Компания «Панкроль», находящаяся в станице Староминской, предлагает услугу запуска кролеводческих ферм, консультирует начинающих кролиководов. Директор фирмы Артур Гадун поделился с анапскими фермерами своими знаниями. Готовы полностью оснастить кролиководческие предприятия, начиная от создания сооружения, заканчивая поставкой маточного поголовья и ввода его в эксплуатацию. Представитель Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и агротуризма Андрея Сокин рассказал о государственной поддержке, которую осуществляет краевой бюджет совместно с федеральным для крестьянско-фермерских хозяйств в виде гранта. Одними слушателей семинара стал преподаватель Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Приехал в Анапу с детьми в отпуск. Если это будет здесь развиваться, а тем более здесь корма, возможность есть готовить, плюс есть возможность индивидуально это развивать, затем может быть крупное фермерство, ну и потом какие-то предприятия, то это будет замечательно, если такая возможность реализуется здесь, как в одном из лидерей сельскохозяйственного направления. Из всех отраслей животноводства самым выгодным на сегодняшний день с точки зрения финансовых и трудовых затрат является кролиководство. В короткий период времени при правильном уходе за животными фермер может получить вкусное диетическое мясо и меховое сырье в большом количестве. На курорте продолжается демонтаж незаконно установленных ограничителей парковочных мест. Блокираторы убраны на улицах Крымской, Астраханской, Чехова. Та же участь постигла и ограничители парковочных мест на улице Терской. Узкая улица, проезд рассчитан только на движение одного автомобиля. На территории общего пользования жители самовольно установили металлические блокираторы. Жители курорта написали жалобу в администрацию. На обращение отреагировали. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения приняла решение демонтировать ограничители. Управление жилищно-коммунального хозяйства и представители сотрудников ГИБДД согласно межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения о 14 мая 2015 года осуществляли демонтаж инженерно-технических сооружений, а именно паркингов, для беспрепятственного подъезда к частным домовладениям. На центральной улице курорта, конечно, в каждом дворе сдают жилье для отдыхающих. Соответственно, одного заезда в дом мало. Жители убрали газоны, забетонировали и увеличили количество парковочных мест. От зелёных клумб не осталось и следа. Самостоятельно устанавливать какие-либо ограничители самовольной конструкции, которая препятствует движению автотранспорта, категорически запрещено. Для законной установки ограничителей необходимо обратиться в Управление культуры и градостроительства. Затем пакет документов рассмотрят на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Только после получения официального разрешения можно установить блокираторы. В едином стиле, отмеченном в проекте благоустройства. Блокираторы срезаны на улице Терской от Красноармейской до Краснодарской. Работа по демонтажу ограничителей будет продолжена. Жителям Анапы и сельских округов необходимо самим убрать незаконные блокираторы, не дожидаясь решения комиссии. Ежедневная работа по выявлению суррогатного алкоголя лишний раз убеждает, что совести у торговцев фальсификатом нет. По результатам работы рейдовых групп только с 1 по 3 июня выявлено 246 нарушений. Из них почти 80 случаев несанкционированной торговли. Жажда наживы настолько сильна, что даже после многократного изъятия поддельного алкоголя торговая точка уже через несколько часов вновь в полной боевой готовности. Магазин на Красноармейской 1Е посещаем не случайно. В многолюдном месте у рынка Северной напротив санатория Анапа, желающих купить кубанского вина, всегда много. И днем, и ночью. Но только никакой гарантии, что оно сделано по технологии и по всем санитарным нормам. Поскольку торгуют здесь суррогатом без лицензии, эта винная лавочка уже не раз попадала в разряд неблагонадежных. Во всяком случае, во время этого рейда продавец попросту сбежал из магазина, а настойчивые покупатели продолжали ждать, когда им нальют в бутылки рябины на коньяке. Спирт с красителем можно еще красивее назвать, но от этого фальсификат не станет качественнее. К сожалению, этого не знают гости нашего города и ведутся на красивые названия вин. Они ведь и едут на Кубань, потому что уверены, здесь все настоящее и качественное. Тонны вина, изымаемого полицейскими, свидетельствуют об обратном. Почти полторы тысячи тонн суррогатного алкоголя изъято в магазине на Красноармейской 1Е. В эти же дни в летнем кафе на территории санатория Малая Бухта установлен факт реализации незаконного алкоголя. На улице Таманской, 20, торговля спиртным без лицензии. И список этот ежедневно пополняется. День охраны окружающей среды – это праздник экологов. В нашем городе эти люди учат наших детей беречь окружающую природу. Экологобиологическая станция «Маленький принц» – излюбленное место учащихся школ города и сельских поселений. Экологи стараются сделать все возможное, чтобы детям было интересно изучать окружающую природу. Каждый день ребята узнают для себя что-то новое и необычное из жизни живой природы. Множество конференций, проектов и творческих конкурсов проводятся не только среди учащихся, но и для всех желающих. Сергей Терентьев руководит станцией 7 лет. Всю жизнь изучает природу и часто ходит в походы. У нас все-таки детский город-курорт. Вопросы экологии, они стоят на первом месте. И когда акции мы проводим, даже просто очистить пляж, побережье где-то принять, собрать мусор, где-то скопать, посадить. Но это всегда очень здорово. Я говорю, и детки всегда с удовольствием принимают в этом участие. Вам нравится этим заниматься? А разве может не нравиться работать с детьми, которые всегда с удовольствием общаются с природой? Детская экологическая станция – единственное учреждение в городе, где школьники получают не только экологическое образование, но и развивают и творческое мышление, получают патриотическое воспитание. Дети с удовольствием изучают поведение животных, исследуют водоемы и речки, берут на анализ пробы воды и почв. В самой станции находится уголок дикой природы. Представлены виды растений, которые растут лишь в засушливых местах. Наблюдают и ухаживают за ними юные экологи. В следующем году станции исполнится 20 лет. 13 сентября на Кубани пройдут выборы губернатора. В Анапе в этот день также будут выбирать депутатов Совет муниципального образования. В городском театре состоялось предварительное внутрипартийное голосование «Единой России». Кандидатуру на предстоящую осенью выборы утвердит региональное отделение партии. Совет муниципального образования «Город-курорт Анапа» состоит из 27 депутатов. Всего в качестве кандидатов зарегистрировано 60 человек. Мы определим результаты праймиса и направим их в Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» для согласования и последующее выдвижение местным полицоветам. Четыре кандидата выступили перед собравшимися, рассказали о себе, о трудовой биографии и, конечно, сделали акцент на приоритетных для себя направлениях работы народного избранника. Предварительное внутрипартийное голосование – это референдум доверия для действующих депутатов и отличный старт для ярких, молодых, сильных политиков. По итогам праймерис будет утвержден окончательный список кандидатов в депутаты Совета города-курорта Анапа. Финал Секубанской спартакиады по волейболу в очередной раз показал. Анапа не случайно первая. Финальные игры по волейболу в 8-й Секубанской спартакиады прошли в спортивной школе номер 10. В соревнованиях играют сборные команды школ по волейболу ученики 5-х и 6-х классов. Прежде чем попасть в финальные игры, спортсмены прошли пять этапов – школьный, муниципальный, зональный и полуфинал. Лучшие команды вышли в финал. В спартакиаде Анапу представили волейболистки из общеобразовательной школы номер 4. Это маленькие звездочки, которые в дальнейшем будут прославлять по этому виду спорта. Анапа предоставляет ее на российском уровне и международном. На финальные игры приехали очень сильные команды – прославленные волейбольные клубы из Абинска, станицы Староминской и Выселковского района. Но это только придало нашей команде уверенности в собственных силах. И первое место не заставило себя долго ждать. Завершит выпуск прогноз погоды. Температура воздуха днем плюс 22-24, в ночь на понедельник плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 20 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной Горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон «Магазин Тайны Медной Горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.